Здравствуйте! Всех приветствую на своем канале, всех приветствую в нашей школе будущего. Сегодня я хочу продолжить тему, рассказать вам о том, какие изменения произойдут в человеческом организме в будущем, основываясь на те катрены, которые есть в Ностродамусе. Ну, что я вам скажу? Я выбрала, честно, катрены, которые, поняла, есть еще в наличии катрены, которые требуют доосмысливания. Ну, вот то, что уже, собственно, осознанно, я вам расскажу. Итак, зачитываю. 26-й катрен, большой рой мельчайших пчел, которые появились неведомо откуда, закроют голову и все тело, которое будет защищено лучше, чем святыми молитвами. Ну, вот тем, кто смотрел предыдущие ролики, я думаю, все понятно. Большой рой мельчайших пчел, которые появились неведомо откуда. Ну, о чем идет речь? Если мы с вами говорили о тонких телах, то, естественно, здесь, в данном случае, пчелы – это аллегория. Это, естественно, кванты света или частицы света, которыми будет окружено все тело. И если мы на сегодня не видим, к сожалению, вот эти кванты света, то они будут видимы, и они как бы возьмутся неоткуда. Закроют голову и все тело. Естественно, вот наши тонкие тела и сейчас окружают голову и тело. Ну, просто они встанут видимы, которое будет защищено лучше, чем святыми молитвами. То есть вот этот вот уровень защиты новый, он будет намного лучше, чем прежний. То есть это будет переход тонких тел человека на более качественный уровень. И будет это сопровождаться видимостью света. И вот следующий катрин это будет подтверждать. Я вам, кстати, уже зачитывала подобные катрин на эту тему. Это будет как бы такой вот квантовый переход, ну, вот как-то грубое такое название. Я думаю, что мы все-таки более конкретизировали это понятие и разобрались о переходе на более качественный уровень именно тонких тел. Так, следующий катрин. Великолепные безволосые тела будут видимы глазу. Это 25-й катрин. Хотя они покрыты второй кожей, сквозь пелену можно чувствовать сильнее, когда на руках надеты перчатки. Вот, смотрите, какой интересный катрин. Великолепные безволосые тела. Если безволосые, значит точно не те тела, которые являются телами плоти. Речь идет действительно о тонких телах, поскольку именно они безволосые, хотя они покрыты второй кожей. То есть это будет выглядеть как вторая кожа. Сквозь пелену можно чувствовать сильнее. То есть вот эта вот пелена, она будет выглядеть как вторая кожа, как свечение. И она будет способствовать тому, что мы будем чувствовать лучше. То есть чувствительность повысится, когда на руках надеты перчатки. Сквозь пелену можно чувствовать сильнее, когда на руках надеты перчатки. Итак, какие изменения качественные произойдут? Во-первых, видимость тонких тел. Во-вторых, появится пелена. То есть как бы вторая кожа. Вот эта видимость, она и будет проявляться в качестве как бы видимой второй кожи. Дальше изменится чувствительность. То есть повысится чувствительность наших тел. И повысится система защиты. Так, смотрим следующий. Катрен, это Катрен 21. Превращение людей будет нелегким. Но они выиграют от перемены. В груди бьется новое молодое сердце. Вот этот Катрен, я вам честно скажу, дочитала не до конца. Когда пойму смысл последней строчки, расскажу. Итак, превращение людей будет нелегким. Но они выиграют от перемены. Но сами понимаете, что переход на вот этот вот качественно новый уровень, он будет нелегким. Почему? Потому что придется переходить через духовное совершенствование. Без духовного совершенствования, без перехода к праведности мы никаких результатов не добьемся. Причем, чем больше людей будут вовлечены вот в этот вот процесс перехода, тем, естественно, быстрее этот переход произойдет. В груди бьется новое молодое сердце. О чем идет речь? О том, что произойдет омолаживание организма. И я думаю, что возможен будет переход тел на этот уровень. При обычной жизнедеятельности, то есть тела не будут переживать смерть. Возможно и такое. Ну, насколько я понимаю из слов Катрена. Следующий, 31-й Катрена. Полночь безумия окончательно рассеется. Свет победит безумие. Ну, об этом мы тоже уже с вами говорили. По крайней мере, о свете были предыдущие два видеоматериала. Свет – это бог. Бог есть свет. И мы являемся сынами света. И поскольку свет победит безумие, значит, что произойдет? Произойдет духовное совершенствование человека на основе веры. И полночь безумия окончательно рассеется. То есть рассеется тьма. Тьма есть невежество, есть неверие. И я думаю, что все-таки эта тьма будет побеждена. Юный мудрец разделил свой разум с машиной. Ученики предлагают разуму быть бессмертным. Юный мудрец разделил свой разум с машиной. Ну, я вам рассказывала о том, что человек, в принципе, он является биокомпьютером с уникальными возможностями. И мы должны это понимать. И мы должны настолько трепетно относиться к себе как к творению. И, естественно, хотелось бы увидеть тот результат, который, по крайней мере, был предопределен когда-то творцом. И, естественно, хочется, чтобы мы перешли к состоянию бессмертия. То есть от тления, от смертности перешли к состоянию бессмертия или к нетлению. И вот этот Катрен говорит о том, что все-таки возможен такой переход. Следующий Катрен 78. Двое смогут вести безмолвную беседу, находясь в долгой разлуке. Со всех сторон большие усилия, весь мир пронизан мыслями. Ну, с одной стороны, вот это уже сейчас происходит. Безмолвную беседу мы ведем. Но ведем ее все-таки не совершая никакие усилия. И вроде как речь идет об интернете. Но с другой стороны, если будет со всех сторон приложено большое усилие, то, значит, речь идет все-таки о телепатии. То есть люди будут разговаривать на уровне мысли, на достаточно далеких расстояниях. И я думаю, что это будет возможно как раз за счет перехода на более новый качественный уровень. Вот, собственно, все Катрены. Пока. Я думаю, что будут еще дополнения. Я вам их озвучу. Всего вам доброго. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok